В последнее время мы наблюдаем рост цен, когда идем в магазин, и нас это нервирует многих, и люди задаются вопросом, почему растут цены, когда же это кончится, и с чем это связано. Сейчас я постараюсь ответить на эти вопросы, хочу сразу предупредить, что это будет мое личное мнение, если вы не согласны, пишите, в чем вы не согласны со мной, и главное, почему, давайте подискутируем. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий, сейчас мы сталкиваемся с ростом цен, и все говорят, что это инфляция, потому что цены растут, зарплата, как всегда, не растет, и поэтому все это плохо. Ну, давайте посмотрим, так ли уж растут цены, и на что они растут, и почему они растут, самое главное. Итак, давайте вспомним, когда мы сталкивались с ростом цен в нашей стране. Ну, в Советском Союзе цены не росли ни на что, они были зафиксированы, они были зафиксированы государством, и в государстве был Госкомцен, который утверждал эти цены, и на самом деле это был один из главных тормозов развития экономики, потому что ни один продукт нельзя было выпустить, новый, без утверждения в Госкомцен, а там была жуткая бюрократия, и совершенно, поэтому, ну, цены, ну, никаких продуктов не было новых, мы полностью отставали, это все тормозило развитие экономики, во-первых. А во-вторых, в Советском Союзе зарплата у людей тоже была стабильная абсолютно, говорили, что у нас нет инфляции, но при этом, значит, те деньги, которые выплачивались людям, они были абсолютно не обеспечены товарами. Что это значило? Это значило, что люди получают зарплату, но на эту зарплату они ничего не могут купить. Они не могут купить машину, значит, на которой, значит, надо стоять в очередь, там, лет пять, они не могут купить, там, многие простые товары, и в конце концов, когда цены на нефть упали, а нефть, как бы, ну, основной источник бюджетных денег, в бюджете денег не стало, и потихонечку все превратилось, в общем, в сплошной дефицит, то есть, если цены фиксирует государство, то возникает дефицит. Сейчас мы то же самое наблюдаем в Венесуэле. Возникает дефицит тотальный, то есть, дефицит вообще на все, и, то есть, никуда не убежишь от экономических законов. Но, когда команда Ельцина пришла к власти, так сказать, там, гайдаровские реформы, цены резко отпустили, цены тут же взлетели в три раза, и к чему это привело? Ну, фактически, зарплата у людей уменьшилась в три раза, то есть, люди реально поняли, сколько же они получают, и, значит, ну, было очень трудно, очень тяжело, не хватало денег ни на что, что я хочу сказать, не хватало денег ни на что, то есть, в период, когда растет инфляция, денег не хватает, это жуткое время, скажу по секрету. И к чему это приводит еще? Ну, к тому, что социальная напряженность растет, и когда уже до предела доходит это дело, руководство страны это оценивало, и через три месяца после акцины были отпущены, значит, народ уже недоволен, уже крайняя степень. Что делает государство? Повышает всем зарплату. Откуда берутся деньги на повышение зарплаты? Да ниоткуда, их просто печатают. Печатают деньги, они ничем не обеспечены, значит, повышают зарплату, это приводит к тому, что появляются в экономике новые деньги, значит, люди берут эти деньги, бегут тратить на товары, значит, на товары цена поднимается, и таким образом получается обратная связь, то есть, людям повысили зарплату, цены поднялись, людям повысили зарплату, цены поднялись, и это был период гиперинфляции, который очень трудно было остановить. Что это было? Это было обесценивание рубля, и к чему это привело? К тому, что вклады граждан обесценились абсолютно в Сбербанке, но там обесцениваться было нечем, потому что денег-то не было в Сбербанке, потому что в советское время, откуда деньги выплачивались? Да, это государственный банк был, и поэтому просто деньги государство забирало, и выплачивало зарплату людям их же деньгами, которые лежали в Сбербанке, типа, потом отдадим, так же, как сейчас происходит с пенсионными накоплениями. То есть, государство забрало, сказало, потом когда-нибудь отдадим, может быть, а потом сказало, да, вообще никогда вы их не увидите. Но вот это чисто мое точка зрения, согласны вы или нет, напишите, потому что таким образом вот я вижу. И что было в то время, смотрите, в то время, когда была гиперинфляция, у нас непрерывно рос курс доллара. То есть, когда это все начиналось, было 6 рублей за доллар, а потом, значит, там 12, 16 и так далее, значит, рублей за доллар, то есть доллар постоянно увеличивался и увеличивался, как бы, ну, сколько рублей за доллар, потом была, значит, там какие-то трехзначные цифры, потом 3 нуля зачеркивали, вы помните, там, ну, были такие времена, но потом постепенно, сейчас инфляция сошла на нет, и вот снова инфляция. Но давайте посмотрим, а все ли цены растут. Вот сейчас я вам показываю график рубля к доллару. Давайте вот сейчас посмотрим на него. Вот я сейчас его вот так вот заплющу, и здесь, ну, с 20, весь 21 год я могу еще, значит, другой масштаб изменить, там, день поставить, вот так вот и вот так. Вот посмотрите, с марта 1920 года, вот доллар там поднимался, падал, поднимался, падал, но сейчас он стабилизировался, рубль к доллару стабилизировался, и вообще никак не растет. Вы видите здесь рост? Я не вижу, скорее падение. То есть, доллар падает в цене. Цены растут, а доллар падает в цене. Или стабильный, то есть, вполне стабильный. Теперь дальше, еще один момент, где растут цены. А цены растут во всем мире. Во всем мире растут цены. И давайте вспомним, что было в Советском Союзе, не в Советском Союзе, вот в Гадарские реформы. Почему росли цены? Потому что рубль обесценивался. Так вот, давайте вспомним, что происходило в последние, так сказать, там, ну, уже два года, период пандемии. А в период пандемии весь мир посылал людей на, там, как это называется, самоизоляцию. Предприятия закрывались на карантин, то есть, они закрывались, но при этом, для того, чтобы избежать социальных волнений, в развитых странах, в частности, в Америке и во всех странах Европы, людям выплачивались пособия, вы знаете. И просто, государство просто брало и давало людям деньги в том размере, в котором они зарабатывали деньги, когда были на работе. То есть, люди сидят дома, вообще нихрена не делают, не ходят на работу и получают деньги. Понимаете, вот такой вот праздник жизни. У нас этого не было. А у нас люди терпеливые, они не будут идти протестовать, они любят Путина. Вот, поэтому нам это и не надо, собственно говоря, поэтому Россия очень хорошо вышла из этого кризиса. А вот в Америке печатались абсолютно необеспеченные деньги. Куда шли эти деньги? Смотрите. То есть, когда страна печатает необеспеченные деньги, то это логично должно привести к росту цен. А цены не росли. То есть, удивительно, на самом деле, сейчас не то, что цены растут, а удивительно то, почему они не росли, не начали расти раньше. Вот это самая большая загадка для экономистов. То есть, все смотрят такие и говорят, слушайте, деньги печатают, колоссальные деньги выбрасываются, людям раздаются, а цены не растут. Почему? Но на все ли не растут цены? Давайте посмотрим на, значит, что делают люди? Поведение людей. А поведение людей следующее, то есть, оно в корне отличается от нашего поведения людей в цивилизованных странах, в развитых странах. Дело в том, что в развитых странах люди привыкли, что бывают кризисы, и во время кризисов они знают, что деньги потребуются, что деньги нужны будут во время кризиса, когда все рухнет. Вот. А денег не будет, потому что не будет работы. И поэтому, что делают люди? Люди откладывают денежки. Вот. Потому что знают, что будет еще хуже. А куда люди откладывают денежки в развитых странах? А в развитых странах люди денежки откладывают не в банк, потому что в банк бесполезно их откладывать, да и банк вообще не рад вашим деньгам. В развитых странах люди откладывают денежки, куда? В фондовый рынок. Давайте, вот, включаю фондовый рынок за это же время. Посмотрите. За это же время индекс S&P 500 вырос, ну, колоссально, скажем так. Так, давайте я могу провести вот линеечку вот отсюда, вот откуда-то, да? Ой, отсюда и вот досюда. Так. Уже я не проведу. Так, сейчас я вот так вот уменьшу. Вот. Это март. Там, ну, снизу где-то вот фондовый рынок. Да вот с до пандемии. Хотя бы вот отсюда, да, начнем. Вот так вот. Раз. Фондовый рынок вырос на 34%. То есть, цены на акции выросли на 34%. При этом предприятия не работали, компании не работали. Почему все это произошло? Потому что все деньги, которые напечатаны, они в основном шли на фондовый рынок. И таким образом фондовый рынок поглощал все эти деньги, которые были напечатаны. И люди говорят, ну, что такое? Акции растут в цене, а они не подкреплены вот реальными доходами компании, реальными прибылями у компаний. И неминуемо это, говорят, должно привести к краху фондового рынка, который упадет, потому что, ну, либо прибыли должны вырасти, либо должны упасть цены на акции. И что же будет? Смотрите. Сейчас, наконец-то, цены начинают расти. К чему это приводит? Рост цен. Смотрите. Все в мире начинает дорожать. В Америке. В долларах. Начинает потихонечку цены расти. В Европе, тем более, цены растут. И рубль к доллару остается стабильным. Но товары-то у нас либо просто импортные, либо, значит, те, которые произведены в России, там, ну, где-то в районе, там, 40-60% доля в этом товаре импортных каких-то материалов и комплектующих. То есть, у нас локализация вот такая. Мы все равно все, ну, очень много покупаем. Даже, так сказать, птицеводство, которое мы вроде бы наладили, но, тем не менее, там, корма или добавки к кормам тоже идут импортные. Там много чего импортного идет. Поэтому, как бы мы не хотели, но если в Америке цены растут в долларах, то, соответственно, у нас цены тоже растут в тех же самых долларах. Не в рублях, в долларах. А доллар к рублю стабильный, поэтому цены просто растут. К чему это приведет? Что будет дальше? Смотрите. А дальше будет следующее. Американцы или люди в развитых странах, они видят, что что-то дорожает. К чему приводит подорожание товара? К тому, что человек смотрит, смотрит, блин, думает. Все дорожает, все дорожает. И сегодня, скажем, машины, вчера машины стоили одну цену, сегодня уже другую. Что будет завтра? Ну, логично предположить, что машины подорожают. Смотрите, доллар не дорожает, поэтому бесполезно покупать доллары. То есть, если во время гайдаровских реформ вот этой гиперинфляции мы бежали и покупали доллары, у нас был прямо инстинкт покупать доллары. Сейчас доллары покупать бессмысленно. Смотрите, вот видите, да? Вот акции можно покупать. Акции можно покупать. Либо покупать, вот посмотрите, доллары. Вот они. А доллары не растут. Их бесполезно покупать. Надо покупать либо акции вкладывать, что я делаю, чем я занимаюсь, либо покупать те самые товары, если вы не понимаете, что такое. То есть, если у вас запланирована какая-то покупка какого-то товара, значит, длительного пользования, машина, недвижимость и так далее, то лучше покупать это сейчас, потому что это подорожает. И поэтому, ну, по крайней мере, вот в Америке так, и поэтому люди начинают, это естественное поведение людей, начинают покупать, покупать товар. Но в те самые 90-е годы, что происходило, люди тоже, значит, куда я вкладывал деньги? То есть, как только у меня появлялись рубли, либо я покупал расходные материалы, я предприниматель для своей типографии, то есть, ну, бумагу, химию, там, краски, они все импортные. То есть, моментально, либо если они мне не нужны, то я просто покупал доллары и откладывал деньги в долларах, но в любом случае не держал их в рублях. Сейчас люди то же самое делают, они начинают покупать какие-то товары. И у нас то же самое происходит. Смотрите, цены растут, и люди начинают бежать, сейчас дефицит машин, так сказать, их как бы не завозят, сейчас у автодилеров не хватает машин, потому что люди разбирают машины. Почему я это говорю, вот, прям вот, осознанно, во-первых, я сам уже собираюсь, там, планирую покупать машину новую, то есть, менять, даже не менять, а просто покупать. А недавно дочь мне звонит и говорит, пап, я хочу, там, значит, снять деньги с ИИСа, как это сделать, потому что мы решили купить машину. Вот, нам понравилась машина, и она постоянно дорожает, во-первых, а во-вторых, там по трейдину нашу старенькую, ну, как старенькую, там в очень хорошем состоянии, у них, в очень стареньком, в хорошем состоянии Рено, сейчас, как же он называется-то, ну, не помню. Вот, ну, и там какую-то баснословную цену предлагают за это Рено по трейдину, ну, в общем, с хорошей скидкой они покупают, там, семиместный микроавтобус, буквально. Ну, очень здорово, очень, то есть, вообще, говорит, я прямо вот, ну, побежали и покупаем. Поэтому и многие сейчас так делают, потому что это естественное поведение, потому что лучше купить сейчас, потому что потом придется это покупать дороже. Чем все это закончится? Ну, смотрите, ни для кого не секрет, что глава нашего Центробанка Эльвира Набиулина говорит, что у нее самый главный пункт это, чтобы остановить инфляцию, чтобы инфляция не росла. Инфляция, она понимает, в долларах, ну, и вообще в ценных потребительских, поэтому, что делают Центробанки, чтобы остановить инфляцию? Они повышают ставку, они повышают учетную ставку. К чему это приводит? Это приводит к тому, что дорожают кредиты, дорожают деньги, денег не хватает, они дорожают, понимаете? Дорожают деньги, денег ни у кого не хватает, и получается, что, ну, как бы деньги дорожают, инфляция останавливается. Вот таким образом останавливается инфляция. Теперь давайте посмотрим, как повышалась ставка. Да, и то же самое делают все мировые державы, но у кого-то есть резерв здесь, а у кого-то уже, так сказать, не особенно и есть. То есть, в Европе, как бы, резерва для повышения ставки не очень, а, для понижения не очень, да, начинают повышать постепенно ставку. И зачем следить? Смотрите, ну, в России ставку повышать достаточно легко, то есть, ну, во-первых, то есть, есть резервы у нас, очень хорошее состояние в экономическом плане у России. То есть, если кто-то говорит, что там будет дефолт у России, будет там что-то, там еще, ничего не будет такого, потому что у России самый лучший практически в мире баланс, бюджет, то есть, он бездефицитный. А вот в Америке, за счет того, что они печатают деньги, вырос огромный дефицит государственного бюджета, который, в общем, сказать, который есть, который надо как-то восполнять, откуда его восполнять. Но сейчас, что делают? Они внимательно смотрят за трежерис, это казначейские обязательства, ну, грубо говоря, ОФЗ американские. Они смотрят за трежерис, в первую очередь, длинный, длинного периода, 5-10 лет, и они внимательно смотрят за ставкой. То есть, когда облигации начинают дешеветь, то их доходность начинает расти в цене, она сейчас уже 1,5%, это прямо вот, ну, еще недавно казалось, что это вообще нереально и очень страшно. А вот оно уже достигли. Пауэлл говорит постоянно, что с инфляцией в 3% Америка еще как-то проживет, нормально, поэтому надо смотреть за трежерис. Америка уже, ну, как-то вот осторожно, и уже есть признаки того, что она скоро начнет повышать ставку. Что по поводу России и развивающихся стран. В развивающихся странах ставка уже начала подниматься, в частности, в России уже летом подняли ставку сразу на 0,5%, недавнее поднятие ставки было на 0,25%, и Набиулина уже, в общем-то сказать, сказала, что, ну, есть подозрение, что это не последнее повышение ставки, но уже 0,25% повышается ставка. То есть, инфляция как-то будет замедлена, она рассчитывает, что инфляция замедлится, рост цен замедлится. Поэтому, вот вам ответ на тему, когда прекратится рост цен. Ну, к концу года, очевидно, может быть, даже раньше. То есть, вот буквально где-то в октябре месяце цены будут на максимум, и дальше я надеюсь, что цены будут снижаться. Это первое. Второе, значит, смотрите, фондовый рынок. Когда будет обвал фондового рынка, все говорят, когда будет обвал фондового рынка, цены растут. К чему это приводит? К тому, что, во-первых, цены растут, люди начинают бегать и скупать товары, потому что они начинают думать, что товар будет дорожать, они начинают скупать товары, таким образом увеличивается скорость обращения денег, она прямо возрастает при инфляции. Инфляция – это вообще дико полезно для экономики, потому что деньги оборачиваются и дико вредно для экономики, потому что нет долгосрочных инвестиций. Поэтому здесь должен быть баланс какой-то, и инфляция в 3-4% считается оптимальной для экономики. То есть, и есть деньги для инвестиций, то есть, выгодно и инвестировать, ну, как бы в производство, и выгодно, так сказать, ну, и также есть оборачиваемость денег. Поэтому, вот, пока у корпорации все хорошо, поэтому вот этот график, который мы видим сейчас, S&P 500, смотрите, цена на акции высокая, но при этом сейчас за счет оборачиваемости средств и роста цен у корпорации должна повыситься прибыль. То есть, прибыль компании должна приблизиться вот к этому графику, что приведет к тому, что акции компании упадут, если кто, и не так сильно. Это первое. Второе. Значит, Америка собирается вводить сейчас повышенные налоги, увеличивать налоги на крупные компании, ну, они там совсем зажались, если честно. Вот, но, в смысле, крупные компании, не Америка, и для того, чтобы восполнять дефицит государственного бюджета. Но при этом есть тоже проблема, потому что корпорации тогда начнут убегать просто из Америки, регистрироваться где-то там, говорят, что просто Амазон возьмет и купит Кипр на корню, и все. И там зарегистрироваются, там низкие налоги, и уйдет из Америки. Поэтому сейчас администрация Соединенных Штатов предпринимает все усилия для того, чтобы убедить все остальные страны тоже повысить налоги, чтобы корпорации не убегали. Особенно те, у которых, те страны, у которых налоговая база низкая, и угрожают там дикими санкциями, и прочим, прочим, прочим. То есть, ну, как всегда, Америка действует силой в своих интересах. Но сейчас вот идет вот это вот обсуждение, идет обсуждение повышения налогов, пока только обсуждение. И есть подозрение, что с Нового года какие-то уже, ну, повышения налогов могут произойти. А что это значит? Это значит, что до Нового года, скорее всего, ничего не будет. Скорее всего, будет рождественская распродажа, скорее всего, будет какой-то праздник, потому что, ну, как всегда, распродажи какие-то предновогодние, рождественские. Как всегда, будет, ну, выход из пандемии, будет праздничное настроение у всех. И, как всегда, ну, обычно предновогоднее ралли, я думаю, что его никто не отменял, и вряд ли в этом году его отменят. То есть, цены, ну, акции еще и подрастут, может быть. Ну, а вот после Нового года я ожидаю, что фондовый рынок может упасть. Ну, до Нового года вряд ли. То есть, я ожидаю падения фондового рынка в январе месяце, причем оно будет не таким значительным, как может показаться, а может быть и вообще не будет. Ну, вот, я имею в виду падение рынка США, потому что падение рынков развивающихся стран, ну, никто не отменял, потому что у развивающихся стран, в общем-то сказать, экономика послабее. Россия относится, не относится к развитым странам очень сильно, скорее, к развивающимся. Поэтому в России вполне может быть падение фондового рынка более существенно. Ну, оно поддерживается сейчас с повышением цен на нефть, на другие товары длительного, ну, на комодите, то есть, это сырье, это материалы, которые, естественно, тоже растут, потому что, ну, во-первых, экономики поднимаются, а, во-вторых, доллар обесценивается. Вот в связи с чем все это происходит. Вот давайте посмотрим на индекс доллара, это по отношению к корзине мировых валют. Ну, вы видите, что доллар падает в цене, он обесценивается, и вполне может быть, что он еще и обесценится. Вот таким образом. Это, повторяю, было еще, повторяю еще раз, было чисто мое мнение, согласны вы или нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, но я не буду больше вас задерживать. Спасибо за внимание, с вами был Демитков Юрий. Пишите, согласны или нет. До встречи.